МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В оркестре 50 человек. Ребятам от 9 до 18. Кого попало, сюда не берут. Все музыканты сначала обучаются и практикуются в младшей группе. Затем экзамен в основной состав. Валерий Шипов музыкой занимается 10 лет. В оркестре играет 3 года. Ему подвластны фортепиано, саксофон и гусли. Они, бывает, расстраиваются прямо во время выступления. И надо как-то подстраиваться. Ну, это необъяснимо как-то. То есть импровизировать. Потом Галина Борисовна Дирижа наш спрашивает об этом, что случилось. Но не по моей же вине они расстраиваются. В репертуаре коллектива около 10 произведений. Вроде бы немного. Однако отрепетировать каждое стоит большого труда. И только со временем звучание оркестра ласкает слух все больше и больше. Прежде чем приступить к репетиции непосредственно целым коллективом, ты разбираешь это еще самостоятельно. Но я вам честно скажу, мне разбирать самые новые произведения изначально сложно. А потом уже прислушиваешься и со временем становится не так уж и сложно. Победами владимирские музыканты могли радовать и чаще. Они уже завоевывали гран-при и покоряли Чехию, Францию, Италию. Вот только уже несколько лет участники и руководители оркестра не могут решить одну большую проблему. Проблему, которая касается многих музыкантов нашей страны и мира. Раньше было как-то проще. Мы могли летать самолетами, мы могли посещать Европу. Сейчас это практически невозможно. Наши инструменты, вот посмотрите, контрабасы, гусли, они очень громоздкие. И если мы их везем, то нам надо покупать отдельное место пассажирское на них. Этот вопрос на уровне страны уже давным-давно музыканты всех стран поднимают. Потому что с музыкальными инструментами в салон самолета они не пропускают. Следующий конкурс у коллектива русских народных инструментов детской школы искусств номер 2 в декабре. Снова в Москве. Бороться они будут вновь за самые высокие места. А в следующем году музыканты отпразднуют свое 25-летие. Алексей Дудин, Александр Мажаров, 6 канал.